Я думаю, что у нас все участники панели собрались, и мы попросим оставаться участников панели на своих местах во время презентации потом, потому что у нас такой длинный продолговатый зал, и так они будут виднее и лучше открыты. Итак, название нашей сессии, которое можно перевести как «Управление умными городами» или «Умное управление городами». И я бы скорее сделал акцент на второй вариант «Умное управление городами», именно как мы представляем себе умный город в полном смысле, как мы можем принимать управленческие решения, а именно какие важные проблемы мы должны решить, связанные с развитием городов, как мы их определяем, как мы подходим к нахождению реальных путей решения этих проблем и до последней уже окончательной фазы осуществления решений. На практике некоторые города в мире сейчас начинают использовать более экспериментальные подходы, тестировать пионеры в своей области, а в других городах подход такой же с точки зрения возможного в сегодняшних рыночных условиях. Это один из вопросов, к которому я хочу обратить внимание наших панелистов. Итак, вопрос заключается в том, как принимаются решения. И у нас сегодня в президенте здесь присутствуют и городские, и руководители городов, и общественные организации, и эксперты по этим вопросам, и, конечно, вопросы, которые связаны. Они работают с 86 городами, в принципе. Итак, с чего начинаются проблемы? Как мы определяем проблемы, связанные с развитием городов? Мы в прошлом году провели исследование, и выяснилось, что нет двух городов, которые разделяли бы единую точку зрения по поводу наиболее важных вопросов. Второй шаг – это как мы доводим эти проблемы, как мы коммуницируем эти проблемы. И выясняется, что более 90% городов в мире не публикуют открыто свои проблемы. Поэтому для индустрии очень трудно предложить какие-либо инновации, если они не понимают, в чем здесь спрос. И существует 5550 местных правительств. Это именно отдельный сектор, рынок капиталов не федерального уровня. Это особая проблема. И последняя, третья часть. Когда мы выяснимаем проблему, как мы находим решения, какие мы при этом используем процессы. И опять-таки, когда мы проводили исследование, когда города используют вот такие подходы, мы выяснили, что 87% городов не имеет предложения решения неподдержанным решением. То есть, ответ на новые возможности, которые предлагает им рынок. И во многих случаях городские лидеры работают в полном информационном вакууме. Поэтому вопрос того, кто должен давать информацию и образовывать, если так можно сказать, лидеров, это тоже открыто вопросом. Итак, умное управление городов, это, безусловно, предыдущая тема нашего заседания. Я сейчас представлю по очереди членов принадлежа. Итак, начнем с первого. Кристофер Хайер, аналитик инвестиционных городов. И также у нас большая часть, месяц одиннадцатый, Юси Пайнина, мэра Хельсинки, что является замечательным примером очень передового города в плане инноваций. Дэвид Борроус из компании Майкрософт, отвечающий за вопросов Европы, Ближнего Востока, Азии, государственный сектор. Жак Боршуа из компании Талис, стратегический маркетинговый директор по безопасности в компании Талисе, Билл Хатчинсон, экс-центр умных городов и председатель ассоциаций Канады. И далее я вижу Билл, и Сокально, министр правительства Москвы, отвечающий за вопросы образования. И затем Александр Лапцев из фонда Сколково, возглавляющий отдел городского планирования. И в самом конце, но отнюдь не последний, поважный, Марган Монсакс, сооснователь и президент компании Нейкоситис, который тоже поделится своими интересными, наверняка, взглядами. Итак, для начала работы наших монолистов я попросу Кристофера Хайра. Как Вы подходите к определению умных городов? Майкрофон, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Большое спасибо совершенно. Ну, конечно, добро пожаловать всем на нашу сессию по управлению умными городами. Я считаю, что Вы должны быть оптимисты, Вы подходите к решению проблем. Поэтому, если Вы рассматриваете проблему как процесс, тогда это процесс. И Вы приходите к концу процесса, и при этом, надеюсь, уже проблема решается. В плане городов. Одна из наших областей, наш подход к городам, это мы потом к городам рассматриваем как некие сети. Города и являются сетями. Это, в общем, несколько необычный способ подхода. В общем, конечно, если Вы живете в Москве, давай очень жить в Калининграде. Или если Вы живете в Албане, очень трудно представить себе жизнь в Лиссабоне или еще где-то. То есть, если мы представим их как сети, мы можем представить себе, как работают умные города, как они функционируют. Вот этот, конечно, вот этот слайд Вы потом можете загрузить после нашей работы. И это один, так сказать, из возможных вариантов взгляда на то, что такое умный город, в понятии умный. То есть, безусловно, это один лишь вариант понимания такого и восприятия. И прочитать, может быть, потом более подробно. То есть, конечно, самое по себе слово смарт, умное. Это, конечно, когда аналитики создавали такую неприкатегорию того, что такое смарт. Вот, понимаете, это отражает некие, так сказать, понятия сюда входят, понятие умное, компьютеризация. То есть, людям может нравиться IBM или Cisco, или даже консультантов по менеджменту, их советов. То есть, когда мы говорим о понятии умное, мы говорим о том, что является, так сказать, человечным и человеческим. И когда мы говорим о определенной человеческой ниши, мы говорим о человеческой инфраструктуре, гуманной инфраструктуре. Я думаю, что Хельсинки в этом смысле очень хорошие проблемы. В Мельбурне тоже есть определенный человеческий подход. Есть также, так сказать, подход, несколько оторвано, когда город как бы не очень теряется, он теряет связь, или, наоборот, имеет связь со своими жителями. То есть, когда город действительно связан с жителями, и это происходит в процессе планируемое. И, конечно, общая цель – это всего то, что, безусловно, влечает в себя экономическую деятельность. То есть, безусловно, инновация здесь должна касаться экономической деятельности, а инфраструктура должна способствовать экономической активности, такой, как, например, зарабатывать деньги. То есть, посмотрим сейчас на некоторые примеры таких жестких и мягких инфраструктур. Ну, в общем, теперь, опять-таки, немножко, конечно, попробуем сделать так повеселее, интереснее, потому что тема может быть очень академичная, сухая. Конечно, сейчас вы здесь все приехали из разных городов, правильно? Ну, в общем, можно это сделать, не вставая. И что я хочу сделать? Чтобы человек, который сидит рядом с вами, или сосед, сидящий за вами, я хочу, чтобы вы прямо вот своему соседу сказали, почему вы считаете, что ваш город является умным в каком-то смысле. Вот, я обращаюсь ко всем здесь сидящим. Не хотите это упражнение быстро проделать, а? Ну, в общем, это полезное упражнение, которое мы во время тренингов проводим. Ну, давайте. Да, надо подождать немножко перевода. Ну, хорошо. Просто поделитесь одной мыслью, почему ваш город вы считаете умным городом именно? 30 секунд на упражнение. Ну, что ж, 30 секунд. Так много? Ну, хорошо. Каждый раз я провожу подобные тренинги здесь, в Эмиратах, а завтра будем в Москве проводить. И каждый раз на своем тренинге, конечно, мы, безусловно, даем больше времени, чтобы, так сказать, каудитория разогрелась. Но самое главное – это вовлечь людей в обучение, как в процесс. И очень важно, чтобы люди понимали, изучали и понимали, и задумывались об инновациях. Идей очень много на этот счет. В этом плане нет никакой нехватки. Опять-таки, повторюсь, нет никакой нехватки в процесс. Процесс-то имеется. Вопрос в идеях. И самое важное в инновациях, когда мы строим инновацию таким образом, что она способствует инновации, а именно умные подходы, именно способствуют инновации. И я думаю, сейчас, когда мы послушаем всех участников панели, мы услышим целый ряд примеров таких удачных инноваций. Итак, говоря об основе инноваций, конечно, инновация может быть измеряемая, и, с другой стороны, это может быть процесс. В нашей компании, мы сейчас опубликовали индекс инновационных городов, примерно, там 4000 различных определяющих факторов. И теперь, конечно, когда мы провели исследование в Google, мы нашли еще один раз какую-то статью. То есть это все основывается на публикациях в СМИ, степ-те. Мы начали это делать с 2005 года, потом начали с визита в Вену, а потом посетили 60 городов, примерно, посмотреть, как там работает инновационный подход. И таким образом, вот здесь идет классификация городов по инновациям. Первое – это города Нексус. Это города высокого уровня, которые действительно очень важны для всей мировой экономии Сингапур, Лондон, Вена, Париж. То есть города, которые, безусловно, имеют глобальную связь. И другие, которые не так связаны, скажем, Бостон. Затем города уже такие хабы, то есть критические такие узлы инноваций, и, опять-таки, которые являются глобально конкурентами областями инноваций. То есть в основном вот все эти города классифицированы в этом списке. И, видите, опять первый город в этом списке – это Бостон, потом Нью-Йорк, Вена и так далее. Бостон все равно связано. Затем следующая группа городов, так называемые города хабы. Вы видите, сюда тоже входит Москва. Очень важно, пока что еще глобально не связаны со всей, как бы, моровой сеть города. Но я вообще оптимист, я считаю, что, в принципе, каждый город в мире может быть открыт инновациям и привязан к общей тенденции к инновациям. Я считаю, что вообще практически все возможно в позитивном плане создания инновационных процессов в городе. Мы, конечно, будем говорить о проблемах дальше, но хочу начать все-таки с позитивного момента и возможностей к инновациям. Ну, вот, собственно, вот такие позитивные моменты мы выяснили, связанные с Москвой. Почему? Я выясняю, так сказать, конечно, вот такие понятия, как городские точки. И, в общем, безусловно, конечно, это касается и возможности развития бизнеса. То есть, есть, безусловно, позитивные моменты. Одна из проблем, связанная с Москвой, именно для Москвы, в том, что она не говорит о своих позитивных моментах развития инновационных. Ну, теперь, конечно, подводя итог вышесказанного, поскольку уже у нас время 10 минут, надо, в общем, я хочу, так сказать, как бы дать вам тему для дискуссии. Я думаю, что мы, прежде всего, должны смотреть на позитивные моменты и какие-то позитивные примеры инноваций и умного подхода. Кристоф, замечательная вводная речь. И далее, уже в этом плане я, на основе того, что вы сейчас... Я хочу передать слово мэру Хельсинки и попрошу его кратко ответить. Когда вы думаете, что такое умное управление городом? Как вы определяете это понятие с вашей точки зрения? Спасибо за вопрос. Я вот, у меня вопрос, почему вы Хельсинки не поставили первым местным вводом успехе? Но Хельсинки в любом случае на верху списка. Вверху списка. Я не заметил, не пропустил, видимо. Он входит из этих шести городов в верхнюю группу, которая включает 10%. Спасибо. Но по поводу умного управления городом, я бы сказал, что первое, самое важное, вы должны делать что-то не так, как принято, иначе. То есть, конечно, изменение города – это основной процесс. Но я думаю, что действительно, что важно, вы говорили о решении проблемы. Я рассматриваю умный город, как тот, в котором создается нечто новое. Я не вижу, не представляю управление города, как спортной процесс решения проблем. И, безусловно, для меня умное управление городом – это отличный инструмент управления. А я хочу попросить себе Дэвида, как вы можете ответить на вопрос. Ну что же, это, я думаю, три вещи, которые мне бы хотелось отменить. Прежде всего, информированное, ответственное управление, так сказать, рассматриваю проблему города в реальном времени. То есть, реальная связь, управление города, понимание, какие проблемы волнуют гражданин. И, безусловно, конечно, всегда, прежде всего, внимание, в первую очередь, интересам жителей, ваших клиентов, развития таких вещей, как туризма. И то, как вы тратите деньги из своих налогоплатищих. И, конечно, совместное развитие. И, безусловно, конечно, используем такие вопросы, как процесс инновации, краудсорсинга. И, конечно, безусловно, и новые вопросы, подходы к определению фокуса. И, конечно, говоря, если бы вы управляли городом и, скажем, применяли бы вот эту матрицу, вот этот график, который вы определили, и классификатор. Как бы вы определили умное управление городом? Просто по сравнению с хорошим управлением городом. Я думаю, что существует много хороших менеджеров, управляющих городами. И, конечно, многие профессиональные люди работают в управлении городами. И я думаю, что каждый ставит перед собой цель вот такого профессионального управления. Я считаю, что это, так сказать, как бы некое понимание цельное, комплексное видение города. Но вопрос процесса управления городом, особенно для тех технологий, которые сейчас появляются, которые сейчас меняют принципиально экономическое. Когда-то было достаточно открыть цветочную лавку в городе и просто на этом зарабатывать деньги. А, скажем, сейчас в западных городах семь таких цветочных магазинов стоят рядом друг с другом, они конкурируют друг с другом. Так что для правительства главное это экономическое развитие и экономическое управление города посредством умной инфраструктуры и человечной инфраструктуры. И правительство использует это как некий нейбор, как стимулирующий фактор. И в данном случае роль правительства города будет, так сказать, поощрителем, стимулятором. То есть в зависимости от этого должна быть определенная экономическая политика, которая способствует такому позитивному инфраструктурному развитию. Прежде чем мы перейдем к презентации, мне кажется, вы сказали очень важную вещь, то, что решение проблем – это не то же самое, что создавать возможности. И как раз Крисфер говорил о том, что необходимо смотреть не только на цели, но и на направление движения вашего населения. А как Хельсинки выбирает инновационные действия? Как вы выбираете из всех этих удивительных идей и возможностей, которые вы выбираете, для действительно движения вперед? Спасибо, спасибо, Саша. Дамы и господа, во-первых, мне бы хотелось поблагодарить вас, поблагодарить организаторов, поблагодарить всех за то, что предоставлена эта возможность говорить о Хельсинки. Хельсинки как об умном городе, но когда… вообще все знают, где находится Хельсинки. Да, это часть… это… Скандинавии… полтора часа лететь из Москвы в Хельсинки. И самое главное в Хельсинки то, что Хельсинки – это важнейший международный хаб, особенно если говорить о полетах в Азию. Наверное, мы второй такой хаб по значимости в Европе. И мы здесь на севере, то есть практически мы первые в этой области, если кто-то хочет полететь в Азию, вернуться в Европу. И я не буду больше говорить о том, где находится Хельсинки и о логистике. Но что важно, это то, что Петербург рядом с Хельсинки. У нас скоростной поезд, три с половиной часа можно добраться из Петербурга на Хельсинки. И второе, Хельсинки – умный город. Важно, важно понять, как в скандинавских городах, как люди живут. У нас есть скандинавская модель. Города – это очень крупные организации. Существуют обязанности городов. И можно сказать о том, что армия, университеты, полиция – это не городские вопросы. А все остальное – у нас 40 тысяч сотрудников в городской администрации, в городе 600 тысяч человек. Так как полицейские не являются частью организации города, определенные проблемы создаются. Например, если говорить о будущих моделях организации уличного движения, это две организации – городская организация и также центральная государственная организация. Сложности, трудности, которые возникают в нашем обществе. Население очень быстро стареет и очень много мигрантов. Это Хельсинки – город, в котором мы живем. И, конечно, возникают экономические трудности, трудности с государственным финансированием. Но это то, что во всех европейских городах сегодня мы видим. Какова цель умного города? И если одно слово, которое касается управления городом, я бы сказал, что город открытый. Открытый город Хельсинки – это процесс. Город открывает себя. И цель сделать так, чтобы жители города участвовали в функционировании и в развитии города. И я уже говорил, мы в ситуации воссоздания скандинавской модели. И мне кажется, что мы стараемся сейчас как раз эту проблему разрешить, используя возможности информационных технологий. Но первое – прозрачность, как мы это делаем. Город Хельсинки. Что он сейчас делает? Мы открываем все данные, данные, связанные с принятием решений в городе Хельсинки. Все идет в интернет. Все становится достоянием общественности. Сегодня, если мэр решает что-то делать, все тут же оказывается в интернете. Если у меня гость, все, что я сказал гостю, можно найти в интернете. Все находится. Но мы людям не говорим, что делать с данными. Мы просто публикуем эти данные. Пусть средства массовой информации, жители, мы, конечно, пытаемся также участвовать в обсуждении. Но это большое, серьезнейшее изменение. Город 20 лет назад был другим. Официальная организация всю эту информацию сейчас представляет общественности. 20 лет назад этого не было. Я думаю, что это хорошо, что сейчас это возможно. И это изменит функционирование демократии. Не просто местного демократического процесса. Как люди могут участвовать в демократическом функционировании. И третье очень важно. И когда мы открываем все эти данные, это потрясающая возможность для любого бизнеса. Особенно для стартапов. Да, давайте, приходите. Давайте нам предложение «Как сделать общество лучше». Это очень интересно, но это и пугает. Но я думаю, что это одно из ключевых решений, если мы думаем о будущем скандинавской модели. Второе в том, что касается открытых данных, это то, что мы открываем все данные, связанные с научными разработками. Все это бесплатно, доступно. И это все данные, которые попадают в регион, в город. Но это для ученых также очень полезно. Теперь особые обязательства город, но здравоохранение. И существует очень много возможностей будущего развития здравоохранения. В Хельсинки, университет Хельсинки, они собирают генетическую информацию, 200 тысяч человек уже. И это потрясающий потенциал для здравоохранения. Но это тоже возможности, возможности новых компаний, стартапов, заниматься инновациями. В том, что касается мобильной информации, я уже говорил о том, что у нас определенные сложности с уличным движением. У нас новые пути контролирования, но использование информации из мобильных источников – это то, что мы используем максимально. И третье – это трансформация городская. В Хельсинки нам повезло. У нас за 200 лет крупнейшее изменение структуры города. Это потрясающая возможность создавать новые районы, жилые районы, офисные районы. И у нас замечательный проект «Халафасатна». Дамы и господа, вот это было объяснение того, как мы рассматриваем эту концепцию. И главное – открытый город Хельсинки, открывайте все, давайте доступ, дайте бизнесу возможность действовать и создать общество, в котором существуют платформы создания новых элементов этого общества. Спасибо. Спасибо, господин мэр. И разрешите я задам вопрос. Два дня назад я говорил с журналистом журнала «Экономист», который занимается технологиями и городами. Он говорил о том, что, когда он смотрел на открытые данные, он сказал, что несколько разочаровывает то, что эти открытые данные не очень к многим изменениям приводят. Он говорил, что это разочарование, потому что мы ожидали, что многое будет сделано. Я знаю, что Хельсинки по сравнению с Барселоной, городом, где я живу, город больше, у вас бюджет в два раза выше бюджета моего города, потому что очень много услуг, за которые вы отвечаете. Если я предприниматель, как я могу совместить доступность этих открытых данных и возможности, если я принесу вам какие-то возможности, решения, как решить проблему парковки или одну из проблем здравоохранения, как вы на это отреагируете? Потому что у вас очень много денег, и эти средства можно использовать для того, чтобы изменить пути подхода к решению проблем. Но это очень хороший вопрос, потому что предприниматели, они связывались с мэром, с городскими властями, и необходимо, чтобы была платформа сотрудничества. И я очень полагаюсь на динамику изменений, когда что-то возникает в результате общения с населением, обсуждения с населением. И вот то, чего не было, первое, в Хельсинки, у нас городской совет, который принес политические решения, около 15 человек. Раньше у них был доступ к данным, но теперь у каждого есть компьютер, лэптоп, и они в каком-то смысле мы должны управлять этим процессом шаг за шагом. Я вижу, что и небольшие изменения возникают, но эти изменения становятся все более и более масштабными. Процессы очень быстрые. Дело в том, что пять лет назад в Хельсинки это был другой мир, и сейчас просто все часть динамичного процесса. Шаг за шагом. У нас есть хорошие примеры, например, дорожного планирования. И это все было сделано очень небольшой компанией, которая использовала все приложения, все, что необходимо. И вот подобные вещи как раз происходят и будут происходить отлично. Мне бы хотелось использовать это для того, чтобы перейти к следующему. С точки зрения бизнеса, когда вы рассматриваете процесс принятия решений в городах или смотрите на то, как города сообщают о том, что им необходимо, о своих проблемах, и, опять же, оценивают масштаб проблемы. Что могут города сделать, что вам кажется, является передовым опытом, что может привести к серьезным изменениям. Спасибо, Саша. Но я постараюсь... Нет, нет, уже презентация. Это уже ваша презентация, Дэвид. Все, презентация, презентация. Хорошо. Но я тогда до презентации скажу. Мы, когда мы слышим комментарии, когда вы говорите о том, что тяжело найти положительные примеры, а представляете, когда мы хотим найти организацию партнера, и когда мы должны четко понять, какие наши потребности. Потребности партнера как-то сложно. Туда надо смотреть. Да, я тогда прошу прощения у всех, кто находится с этой стороны. Спасибо. Во-первых, спасибо за возможность здесь быть на форуме, и, опять же, являюсь управляющим директором общественного центра Microsoft, и мы рассматриваем вопросы развития городской среды, городского пространства. И мы стараемся реагировать положительно на это развитие. И вот несколько примеров, как мы стараемся решить возникающие проблемы у вас. Вот эти проблемы, они уже много десятилетий, или даже столетия не меняются. И уже много сотен лет человечество старается справиться с этими трудностями. Города, государства, они существовали очень давно, до всех экономических блоков, до всех соглашений. И многие считают, что это фундаментальная модель будущего для развития экономики. И города обращают в последнее время, вы читали Фридмана Флорина, вы понимаете о том, что происходит с последствиями определения того, где живут работники, что это значит для экономики. И здесь генерируется городами более чем 80% глобального ВВП, более 80% населения Европы живут в городах к 2050, 80% жителей планеты будут жить в городах. Но здесь возникает много вопросов потребления энергии, также 75% загрязнения. И здесь серьезные проблемы, которые связаны, особенно в Азии, это проблемы, связанные с транспортом также. Что изменилось? Технологии изменились. Здесь технологии играют важнейшую роль в прозрачности, производительности, везде проявлении развития науки, технологий. И здесь, как группы эти могут помочь решить какие-то проблемы в будущем? Инноваций чрезвычайно много. В общем, если рассматривать эти возможности для городов, для услуг, мы можем говорить о потенциальных решениях. И несмотря на то, что в ГЛГМР Хельсинки у нас в том, что касается финансирования, тут бывают разные ситуации, но мы стараемся сделать больше, используя меньшие средства и ресурсы. Но меньше, то, что у нас будет всего меньше, это новая реальность. Будет меньше финансирования, и нам надо его лучше использовать. И как мы рассматриваем инициативу, которую мы только запустили этим летом, это называется City Next. Мы называем это не умным городом, а City Next, хотя очень много концепций умного города здесь применяются. В будущем городе, как мы можем поощрять людей, создавать более устойчивое и экономически привлекательное будущее в всех местах, где нужно, за счет экономического роста, социального развития и улучшения среды окружающего. То есть думать о том, как способствовать возможностям роста и вовлекать ваших людей и бизнеса. И потом, когда вы понимаете, что вы можете достичь, какими каналами вы можете прийти, и какие фундаментальные необходимые услуги, инфраструктурные элементы нужны для того, чтобы в первую очередь их трансформирули в достижении целей. Но в завершение хочу немножко в конце привести два примера, о чем мы знаем, что все в мире связано, влияние погоды, энергетики и города этой системы, сложные системы, строительные системы. И поэтому надо, конечно, подходить более целостно к подходу решения этих проблем общей платформы, инфраструктурных, таких как облачные технологии в области IT. Невзирая на некоторые вопросы, проблемы, безусловно, будут новым подходом развития услуг будущего. Почему? Они более эластичны, они дают большую приложимость, лучше экономические результаты. И также надо думать о том, как принять основные функции городов, финансовые функции, человеческие ресурсы и, так сказать, закупки всего необходимого для жизнедеятельности. На этом это такое, чем мы привыкли верить, что, безусловно, конечно, социальный интерпрайз и клаудсорсинг сейчас становятся фундаментальными элементами этих инфраструктурных. Но, безусловно, при этом часто не рассматривается и упускается внимание понятие закупок. То есть это вопрос, связанный, конечно, с закупками, с процессом переговоров, нахождением спонсоров. Но эти понятия достаточно ограничены для того, чтобы использовать возможности технологии. Конечно, такие инициативы в области ГЧП используют тоже, используют для того, чтобы улучшить пути финансирования. И это касается бюджета правительства, а не только в контексте умных городов. Зачастую была недостаточна компетенция в оценке и сдерживания компетенции, но они необходимы для эффективного развития финансового бизнеса. И, безусловно, поставки вместо закупок, в общем, приемки каких-то новых элементов города, опять-таки, мы должны выходить за пределы нынешних возможностей, чтобы лучше предвидеть результаты в будущем, для того, чтобы, так сказать, создавать возможности инновации. Итак, вот, Утрехт в Нидерландах, безусловно, правительство местное подразумевает миллиардные суммы на повышение энергоэффективности и, скажем, в итоге создано умное освещение города. Автоматический свет приглушается, интенсивность освещения. И, безусловно, здесь есть варианты для служб, работающих в чрезвычайных обеспечениях, безусловно, на 15% понизилась, так сказать, непонизимость общих затрат на электричество. И дальше, следующая фаза, это активное участие граждан, которые сыграли большую роль в определении тех потребностей освещения, которые они высказали, и, тем самым, безусловно, были сэкономлены деньги, которые были пущены на другие общественные необходимые вещи, создания, скажем, игровых площадок для детей. И второе. Дальше вы, наверное, узнаете одного из этих киспот. На фотографии это мэр Блумберг, мэр Нью-Йорка, рядом с ним шеф полиции Нью-Йорка. И это система, которая создается новая, так сказать, система, база данных тех, кто был задержан, более 3000 видеокамер, портативные детекторы радиации и так далее. И всё это сводится к информации открытой форме, которая позволяет полицейскому департаменту в этом, одним из самых интенсивно занятых городов, поддерживать безопасность. Почему я говорю об этом? Потому что это новая бизнес-модель. Мы создаём определённое решение при помощи властей города, и затем мы создаём новые притоки наличности и доходы для города Нью-Йорка в результате создания новых услуг. Завершая, безусловно, вот это, конечно, первый подход партнёрства, города могут быть более независимы, благодаря независимости и города категории Next, мы сможем, безусловно, этот подход применить и помочь им развиваться. Дэвид, большое спасибо. Я думаю, что два примера, которые вы привели, очень вдохновляюще, прежде всего, когда вы включаете городов не только в программирование, скажем, решения вопроса посвящения, но также, когда вы увлекаете граждан, в этом случае, так мне хотелось бы это видеть, в решение того, как сэкономленные средства, благодаря новому примененному сэкономии, как они потом и на что они будут потрачены. То есть, безусловно, когда граждане видят открыто, прозрачно, какие были сделаны сбережения, благодаря действиям сэкономии, и, конечно, вот эта разделённая система маркетинга в Нью-Йорке, которую мы так давно хотели применить в Европе, но очень мало у нас таких примеров, Это касается лишь только, в некоторых случаях, элементов ЖКХ, но это очень интересное видение и идея. Я теперь пропущу двух господ, сидящих в середине, потом мы к ним вернёмся, и хочу сейчас попросить выступить Александра Лаптева из фонда «Сколково», потому что ему надо покинуть нас немножко раньше по времени. «Сколково» — это интересное место. Вы уже видели большое выставку, вы, наверное, слышали последние два дня несколько раз, как минимум, важные роли этого центра. Ну, Александр, не могли бы ли вы вкратце прокомментировать, как такое место, как «Сколко», в чём оно отличается от традиционного стиля управления городов, в чём его роль, как лаборатория, получение новых знаний, не только новых технологий, но также, как некий элемент, вдохновляющий большую городскую, так сказать, структуру, как соседняя Москва, которая и выслушивается своего рода, как некий такой трамплином, с которого новая идея уходит в более широкое общество для адаптации в этом обществе. Можно говорить о том, что «Сколково» может создать нечто, что может быть повторено в Москве один в один, в силу очень разных масштабов. Сколково – это город, который в конечном итоге будет рассчитан приблизительно на 40 тысяч человек, в Москве живёт больше 10 миллионов. Но, с другой стороны, в Сколково мы стараемся реализовать те новые тенденции, которые возникают в современном обществе. Мы живём с вами в цифровой экономике, то есть она основана на трёх инновациях – на технологиях, на интернете, на смартфонах, на ноутбуках, на всём том, что позволяет нам обмениваться информацией и давать доступ к данным. Второе – это цифровые услуги и цифровые продукты. До сих пор вы знаете, что цифровые услуги развивались прежде всего на глобальном уровне. Сейчас речь идёт о том, что, по сути, возникает новая отрасль, и цифровые услуги приходят в города, появляются местные цифровые услуги. В Сколково мы реализуем это в двух направлениях. Во-первых, как направление публичных цифровых услуг, то есть то, чем пользуются все горожане вместе. Это транспорт, это безопасность и это инженерная инфраструктура, управление ею. То есть интеллектуальный транспорт, интегрированная безопасность. Собственно, коллеги об этом уже много рассказали, я поэтому не буду повторяться. И второе направление – это персональные цифровые услуги, то есть всё, что связано с предоставлением услуг для отдельных потребителей, для жителей. Например, услуги в сфере образования или здравоохранения, удалённый доктор или, например, виртуальный класс, возможность зайти в интернет и послушать урок. Здесь мы, то есть если в первом случае мы стараемся предоставить эти услуги сами, поскольку никакой частный поставщик не сможет этого сделать, то во втором случае наша задача стоит в том, чтобы через виртуального сервис-провайдера, то есть через общую платформу, предоставить с одной стороны поставщикам возможность выходить к людям, и, с другой стороны, людям через единый городской портал получать новые услуги. В какой-то степени, конечно, это можно реализовать в Москве, но Москва, как я сказал, большой город, и у них более серьёзные задачи. Спасибо большое. В качестве вопроса, по поводу ваших комментариев, во многих городах мы видим следующие проблемы. Они пытаются стать лабораторией, где развиваются новые технологии, а потом экспортироваться в другие места. Вы указали на два тренда. Во-первых, на возможность Сколково стать подобной, так сказать, тестовой площадкой, затем уже масштабироваться, так сказать, в другие, более крупные города, и затем создание такого решения, кастомизированного, умного для решения. Скажем, вот, к примеру, Орегон, где 45 транспортных хабов, которые имеют отражение на смартфонах, и люди имеют лёгкую доступную информацию. Вы можете немножко рассказать нам о компетенции Сколково и о партнёрах Сколково? Как вы можете создать, помочь более надёжный путь для управления вот этим балансом? ...что всё упирается в деньги, в финансирование. А у маленького города есть, значит, свои особенности, да? То есть для того, чтобы создать какую-то публичную услугу, ну, например, развивать новые виды транспорта или управление транспортом, нужны деньги. А Сколково, как город сравнительно небольшой, своих денег на это в достаточном количестве сгенерировать не может. То есть тогда возникает вопрос о том, чтобы Федерация рассматривала Сколково как площадку для реализации этих новых технологий и давала деньги на то, чтобы проводить какие-то эксперименты, да? Но задача Сколково сейчас в несколько ином. Сколково – это место, где Федерация хотела бы видеть 10 тысяч светлых голов, да? Лучших людей в России, которые умеют придумывать и превращать в деньги новые технологии, научные изобретения. Здесь, скорее, стоит задача в том, чтобы создать для людей комфортные условия, да? И, а не в том, чтобы ставить эксперименты в сфере городской среды. Это вторичная задача. Отлично, спасибо. А теперь я хочу пригласить Жака Бажос из компании «Талис». У нас уже было несколько мыслей с точки зрения интереса города, что важно, какие приоритеты в видении будущего, как применяются умные технологии. И также был очень интересный взгляд на ситуацию с перспективой точки зрения корпорации. Как «Талис» рассматривает? Как вы работаете в партнерстве с городами с тем, чтобы ваше новое решение вывести действительно на рынок, сделать их доступным? И, собственно, как и чему могут города научиться для того, чтобы легче применить эту опросу или выбрать из предложенного меню то, что им наиболее важным? Итак, спасибо большое за ваш вопрос. Знаете, на него достаточно просто ответил. Прежде всего, нам нужно понять, в чем проблема. Поэтому я буду обращаться вот к этой части зала, прошу прощения, а другую. То есть вы должны понять потребности. Потребности дня. Откуда они? Где они рождаются? То есть существует три категории людей. Три категории всех заинтересованных сторон. Ну, тоже, конечно, сам город, это муниципальное правительство. Прочие власти, которые действительно должны брать на себя обязательства, какие-то решения проблем и его запросов со стороны граждан. Скажем, в области электроснабжения, неважно еще какой области. Вторая категория – это сами операторы, которые управляют системами энергетики, транспорта городского. И, опять-таки, они тоже должны взять на себя определенные обязательства. То есть они должны быть уверены в итоге, что их системы работают эффективно, что они потребляют меньше энергии и более энергии эффективно. И третья категория – это сами граждане, жители, у которых, собственно, есть запросы. Но они должны тоже взять абсолютно… Вы работаете, вы должны переехать с точку А в точку Б, и вы должны приехать в точку Б вовремя. И это три категории запросов, весьма отличные. Но, как ни странно, все эти запросы могут быть действительно использованы единой системой управления данными. А вы можете использовать те же данные. И это разные категории, но, тем не менее, они могут пользоваться одними и теми же данными. То есть процесс принятия решений всеми этими заинтересованными сторонами. Ну, например, те, кто занимается энергией, транспортом и так далее. И здесь мы должны обсудить вопросы с тремя категориями заинтересованными сторонами. Это не так просто. Это отличается в разных странах. Это просто отличается в разных странах, потому что необходимо помнить о самых разных приоритетах в разных городах. Потому что существует… Некоторых волнует очень потребление энергии, загрязнение окружающей среды. А есть города, которых волнует создание умного города. Например, в Европе они должны вспомогательными системами заниматься более серьезно. И, опять же, мы стараемся создать взаимодействие этих уже существующих систем. И, например, для некоторых городов очень важно привлечь туристов. Для других привлечь инвесторов. Где-то на Ближнем Востоке, не знаю. И необходимо действительно понять, каковы основные приоритеты города. Это важно. И как мы справляемся с этими требованиями в Талис. Но мы говорим о самых разных примерах умного города. Первое – это безопасный город в Мехико. В этом случае здесь гораздо легче общаться, потому что мэр может принять решение касательно программы «Я хочу систему обеспечения безопасности». И, конечно, за два дня по приказу мэра это не создаётся, потому что это достаточно длинный процесс. И здесь есть возможность принять решение. А, опять же, вы можете спросить всех действующих сторон, всех участников полиции, например. И они создают систему безопасности города Мехико. А что важно для человека – безопасность. Безопасность как часть качества жизни этого человека в городе. А также делали сотрудничество с телекомендационным мексиканским партнёром. И мы говорили о процессе, это крупнейшая система, обеспеченная безопасностью города, которая сейчас существует в мире, в Мехико. И мы говорили о Страсбурге, о системе умного города. Это очень отличается от Мехико, потому что это было создано шаг за шагом. И транспорт, метро потом рассматривали взаимоотношения различных видов транспорта, управляли всей информацией. Ну, что касается транспортной информации, взаимодействия самых разных видов транспорта, также строили видеосистему, что также обеспечивает безопасность и защиту светофоров и так далее. И, наконец, система, транспортная система, включая паркинг, конечно, нельзя забывать, и безопасность. Все эти элементы присутствуют, но это разные подходы. И были самые разные бюджетные режимы. Это длинный процесс, который начинается с помогательных систем умного города, определенных услуг, приложения на смартфоне, возможности городского жителя вычислить свой маршрут в городе, и информационная система, информация, которая получается в режиме реального времени. То есть здесь можно говорить о двух примерах, потому что они очень отличаются от того, как мы это все обсуждаем, как мы создаем систему, как мы рассматриваем бюджет. Потому что бюджет – это тоже очень важная часть в этом случае. Спасибо, спасибо, Жак. Это еще определенные измерения, в которых можно рассматривать городскую работу. И сейчас мне бы хотелось Белла Хатчинсона просить продолжить. Один из вопросов – это то, как решения принимаются, когда мы рассматриваем муниципальные структуры, и как мы можем проекты более централизованно притворять в жизнь. Существует также что-то, о чем можно понять решения, как в Мексике. Можно использовать несколько другие модели, когда жители могут участвовать в создании и предоставлении некоторых из этих услуг, которые связаны с открытыми данными. Билл, может быть, Вы можете рассказать немного о Вашем опыте, что работает, и мы бы узнали что-то и научились чему-то у Вас. Спасибо большое. Слайд можно? Вот переключатель мне дайте. И слайды можно вывести. Да, давайте вот эту штучку. Хорошо. Во-первых, я немного в контексте хочу Вам сказать. Я очень рад, потому что здесь, я надеюсь, что все посмотрели выставку. Это удивительная выставка. И не просто посмотреть центральную часть, потому что очень много действительно хороших футурологических вещей. Я инженер вообще, я занимаюсь компьютерами, телекоммуникациями уже около 50 лет, также занимаюсь технологическими приложениями и развитием новых систем. В течение последних 20 лет я занимался умными городами. И, например, в 90-м году, то, что было связано в Силиконовой долине, в 94-м году создал умный Торонто. А мне сказали, что она была мэром другого города на самом деле, не такого умного. Но что мы сейчас рассматриваем, как практически цунами, вся эта деятельность по созданию умных городов. И это уже около 20 лет проходит. Но сейчас возникли новейшие технологии, которые могут уменьшить расходы. Возникли смартфоны, возникли самые новые, новейшие сенсоры. И сейчас, наконец-то, мы начали автоматизировать город, если можно так выразиться. У нас и банки, и производство. Все это автоматизировалось в течение 50 лет. Но мы кое-что начали делать в городах около 20 лет назад. Только начали. И здесь были определенные вещи, связанные с регулировкой транспорта 30 лет назад. Но там толком ничего не получилось. И здесь, если говорить, возникает новый термин каждый месяц. И последний прогноз, который я видел, предполагал, что 20 триллионов долларовых рынок будут тратить большие и небольшие города на свою трансформацию, использование новых технологий. И, опять же, города, мэры городов не знают, какая разница между умным городом, живым городом, устойчиво развивающимся городом и умным населением. А Микрософт еще что-то сейчас придумывает. Это все хорошо. Но на самом деле они все занимаются одним и тем же. И сегодня несколько выступающих как раз говорили о трех целях. Экономическое, социальное и экологическое. Эти три цели. И когда мы думаем об этом, мы практически стремимся к достижению одной из этих трех целей. Мне бы хотелось термин представить определенный. Надеюсь, что со слайдами все получается. И есть умный город 1.0. И также следующее – это умный город, умное население. Это уже модель 2.0. И если говорить о том, что было 50 лет назад, мы начали просто автоматизировать различные функции. Ничего плохого в этом нет. Потому что там производительность увеличивается, движение лучше регулируется, безопасности мы добиваемся. Но мы автоматизируем что-то конкретное без стратегического общего подхода. А когда мы говорим об умном населении, это тоже в 90-е годы началось, когда один из первых планов был. И они начали, говорили, что об умном плане. И теперь это уже умное население всей страны к 2015-му. Это стратегическая основа. И слева вы можете видеть основные идеи умного города, когда автоматизируется что-то индивидуальное. Ничего плохого в этом нет. И мы это делали в нашей отрасли уже 30 лет. А потом в MIT несколько умных профессоров сказали, что когда мы гораздо больше получим результат, если мы будем использовать бизнес-стратегию в этой общей автоматизации, как это поможет нам достичь общих стратегических целей. И вот они провели всю эту работу по выработке стратегического соотношения различных инвестиций по автоматизации. И вот цели, мы уже сказали, три основных цели у нас существуют, но здесь существует небольшая разница между странами, насколько они задействуют свое население. Все зависит от того, насколько авторитарно общество, насколько оно открыто, насколько оно готово к сотрудничеству с собственным населением. Но сотрудничество, это очень важно в том, что касается того, что все должны признать эти приоритеты. И я возглавлял одну из крупнейших таких инициатив, а это набережная Торонто. Это возрождение и инвестиции 38 миллиардов долларов, когда промышленный, очень загрязненный центр Торонто должен был быть возрожден, замечательное место для жизни и так далее, новые идеи, новые экологические идеи, новые стандарты строительства. Мы хотели, чтобы это был умный город, умное население. И в прошлом году это один из семи лучших умных городов, умное население в мире. И Нью-Йорк соперничает уже 14 лет в этой области. Если вы многое вновь изобретаете, что-то работает, что-то не работает. Но, опять же, мне бы хотелось, чтобы все города как-то соревновались с другими. Надо посмотреть, а как вы смотритесь на фоне всего остального мира, две модели. Во-первых, существует архитектура всего этого. И эта архитектура действительно работает. Когда вы пытаетесь создать ваше умное население, вот тут пять уровней. Внизу это что-то более физическое. Место, потом инфраструктура. Например, современный широкополосный доступ. Многие города говорят, пусть это кто-то другой делает. Но дело в том, что это действительно настоящие инвестиции в интернет, если у вас будет целостная система. И в Торонто это гигабит в секунду в каждом доме. Бесплатный Wi-Fi, бесплатные международные звонки. И это действительно помогает инновациям и иностранным инвестициям. У вас около минуты. Больше минуты мне и не надо. И все надо делать в сотрудничестве. В сотрудничестве инноваций. Вот модель. И опять же, существуют процессы развития. На этом слайде вы видите процессы. И за этими процессами надо следить. Необходимо определять приоритеты и притворять эти приоритеты в жизнь. Нам не надо вновь изобретать колесо в том, что касается процессов. Процесс существовали, процессы существуют. Процессы успешные. И действительно, мы это делаем и с Эрнстен-Янг в нашем центре инноваций умного города. Спасибо. Спасибо, Билл. Очень интересно все это рассматриваться в более продолжительном историческом контексте. И те, кого интересует, так сказать, такой более глубокий взгляд во время. И я хочу рекомендовать книгу моего хорошего друга исследователя в Нью-Йоркском университете Энтони Янсена. Именно рассматривается там эта проблема в контексте последних ста лет. Очень много, что произошло за последние ста лет в России и в Москве. И я рад, что у нас осталось еще какое-то время несколько минут. Господин Калина, представляю министра московского правительства, министра образования. И как это все вписывается, отражается в стратегии, планах и политике Москвы, правительства Москвы. Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить за возможность услышать очень интересные, полезные, я бы сказал, даже поучительные выступления наших коллег. И прежде чем перейти к запланированному тексту, презентации, несколько мыслей по поводу услышанного, потому что мне уже казалось, что мое выступление будет диссонировать со всеми предшествующими, но спасибо, вот выступающий передо мной коллега несколько раз произнес термин «умное население», и мне показалось, что перебросил мостик между всеми предшествующими выступлениями и моим. Потому что я уверен, что образование сегодня нужно человеку не только для того, чтобы создавать инновационные технологии, и уж точно не столько для того, чтобы ими пользоваться, потому что пользоваться очень легко, а скорее всего образование нужно современному человеку для того, чтобы в полной мере осознавать все возможные последствия его любых действий, даже слов в мире мощнейших современных технологий. Потому что последствия эти по абсолютной величине выросли тысячекратно, и от того, какой знак у этих последствий плюс или минус, зачастую может произойти много-много изменений для всех окружающих людей. Поэтому огромное уважение к инновациям в технологиях не мешает мне считать, что самыми сложными и важными, а, к сожалению, самыми медленными, являются изменения отношения человека к миру, к себе в этом мире, что, собственно, и является настоящим результатом любого образования. Но так как ни одна образовательная система не может сформировать у своих воспитанников качества, которыми сама эта система не обладает, для формирования, то для формирования ответственного отношения молодых людей к своему городу необходимо, конечно, и обновление самой системы образования города. Сегодняшняя Москва – это стремительно развивающийся город, и я бы сказал так, что даже если какие-то наши координаты пока в общих рейтингах не высоки, мы должны помнить, что все эти изменения происходят буквально за несколько лет, поэтому и первая производная хорошая, и вторая производная тем более, еще лучше. Поэтому я думаю, что у Москвы есть все шансы повышения конкурентоспособности Москвы. При этом никогда ведь ранее такая задача, давайте признаемся, не ставилась. То, что в советское время в Москве, в России просто не с кем было конкурировать, а в силу закрытости она и не могла участвовать в полноценной конкуренции с городами Европы и мира. Сегодня ситуация изменилась, и главным результатом развития Москвы, как столица великого государства, должна стать ее долгосрочная конкурентоспособность на мировой арене. И основной ресурс для решения поставленной задачи – это, конечно, москвичи, не только понимающие суть происходящих перемен, но и способные влиять на изменения жизни города. Сегодня формируется новая система взаимоотношений города и горожан, основанная на взаимоуважении и взаимоответственности. И главный инструмент – это новое отношение города к своим жителям, качественное удовлетворение их потребностей и заинтересованность в росте конкурентоспособности каждого москвича. Я специально подчеркиваю слово «каждого», потому что потерянные способности одного москвича – это потери пусть малой, но доли потенциала города. Генеральная цель московского образования сегодня – увеличение вклада системы образования в рост конкурентоспособности Москвы. Вклад системы образования в конкурентоспособность города и горожан – это прежде всего решение двух основных задач. Первая задача – это обеспечение равных стартовых возможностей для получения каждым ребенком, качественного образования и развития разнообразных способностей каждого московского ребенка. Что особенно важно – учет разнообразных результатов каждого московского ребенка. Ведь именно внимание и уважение к любым достижениям каждого москвича позволяет сформировать уверенность в том, что каждый учащийся важен для города и каждый может, умеет, способен принести пользу городу. И вторая задача – это сохранение в обществе консолидирующей роли системы образования. Хорошее образование, глубокое понимание человеком мира других людей и своего собственного уже само по себе уменьшает конфликты в обществе. Но мы также хорошо понимаем и то, что несправедливость по отношению к себе любой взрослый еще может вытерпеть, а вот несправедливость по отношению к своему ребенку вряд ли вытерпит. Когда возникает избыточное расслоение в обществе по доступности и качеству образования для различных групп населения, это всегда прямой путь конфронтации. А этого в Москве, где только в школах 1 миллион 300 тысяч детей, конечно же, допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому в системе образования города Москвы за последние два года проведены серьезные преобразования. Я приведу бегло основные социально-педагогические результаты, которые получили город и горожане от московского образования за это время. Снята проблема с приемом детей старше трех лет в детские сады, снята проблема выбора школы для поступления в первые классы, значительно улучшились учебные достижения московских школьников. Скажу только, что по результатам формирования федерального рейтинга образовательных учреждений в число 500 лучших школ России вошло сразу 89 столичных школ. Кроме того, по данным Министерства внутренних дел, показатели детской и подростковой правонарушений в Москве в разы ниже, чем во всем Центральном федеральном округе или во всей России. Созданы современные условия для работы педагогов и значительно повысилась заработная плата учителей. В результате возрос интерес выпускников школ к профессии учителя. Об этом свидетельствует рост качества знаний у абитуриентов, поступающих в Московский городской педагогический университет. Я надеюсь, слайд покажет. Какие же механизмы мы использовали для повышения педагогической эффективности столичной системы образования? Основное – это, конечно, внедрение равнодоступного, личностно ориентированного финансирования образовательных учреждений. Здесь сегодня звучала фраза, что все зависит от финансирования. Но мне кажется, что вообще финансирование – это величина не скалярная, что только от размера оцениваем. Это величина вектор, но очень важно, как направлено финансирование. А важнейший принцип личностно ориентированного финансирования – это уход от финансирования образовательных учреждений по их статусу и переход к финансированию образовательных учреждений в зависимости от выбора и потребностей московских семей. Сегодня не школа выбирает понравившись ей ученика, а семья ищет нужное ей образовательное учреждение и приводит в школу не только своего ребенка, но за этим ребенком приводит и высокий московский норматив финансирования на каждого ребенка. Отныне школа заинтересована в каждом ученике, в каждом дошкольнике, а потому и старается создать условия для качественного образовательного процесса. Хотелось бы особо подчеркнуть, что новые отношения в системе образования Москвы сегодня выстроены на принципах самостоятельности образовательных учреждений в управлении процессом, совместной ответственности департамента и школы за результат и, самое главное, открытости и прозрачности системы образования города Москвы. На основе свободы, ответственности и справедливости формируется новое отношение к самой системе образования, а следовательно к городу. Система образования ведь обладает уникальными возможностями. Во-первых, результатами своей работы делает жизнь москвичей более комфортной и формировать позитивное отношение горожан к городу. И сегодня каждая московская семья имеет возможность воспользоваться современными информационными ресурсами системы образования для записи в детский сад, зачисления в первый класс школы, записи в кружок или студию, организации отдыха и оздоровления ребенка, контроля образовательных достижений своего ребенка и в целом хода образовательного процесса. Каждый москвич, не выходя из дома, может быть в курсе всего происходящего в системе образования благодаря открытости еженедельных селекторов и пресс-конференций, как в режиме онлайн, так и в записи, благодаря сайтам образовательных учреждений и департамента, благодаря публикациям рейтингов школ, сервису обращения граждан на сайте департамента и много-много других важных вещей. А во-вторых, конечно, система образования может делать горожан непосредственными участниками организации жизнедеятельности образовательных учреждений. На сегодняшний день в 100% учреждений созданы и функционируют управляющие советы. Более того, управляющие общественные структуры вышли за рамки школ и перерастают в советы микрорайонов, районов, округов по вопросам образования. Ну и в-третьих, конечно, складывающимся в системе образования города характером и принципами своей работы воспитывать новые поколения горожан с активной гражданской позицией, уважающих традиционные московские жизненные ценности и умеющих поддерживать их современными средствами. Например, в 2012 году в московской школах был апробирован межпредметный учебный модуль «Московский школьник. Ответственный гражданин». Его цель – вовлечение школьников в практическую деятельность, в улучшение окружающего мира своего дворами к районам города. Мы строим сегодня новую московскую школу, но новая для нас – это прежде всего сохранение традиций в ценностях и, естественно, внедрение инноваций в технологиях и инструментах, делающих образование современным. Главный ресурс инновационной школы, на наш взгляд, – это ее инновационный уклад. Я надеюсь, что найдется достойный перевод этого слова, который формирует инновационные качества горожан, новое отношение к своему городу и к себе в этом городе, желающие и умеющие вносить свой вклад в конкурентноспособность города. И когда в начале встречи был вопрос, что такое умный город, мне очень хотелось, чтобы в этих определениях не забывалось то, что, на мой взгляд, умный город – это тот город, в котором ответственность города за горожан и ответственность горожан за свой город – взаиморазвивающие вещи. Спасибо большое. Министр, я бы хотел немножко продолжить ваши вступительные слова. Ричард Сеннер, очень известный социолог, пишет, когда он пишет в этих городах, он выражает большую озабоченность вот этому стремлению все более высокому уровню автоматизации в умных городах, что начинает подрывать каким-то социальным и вообще другим способностям граждан, чтобы они сами могли независимо принимать решения, взаимодействовать с другими. То есть возникает некий страх, и вот когда вы говорите о создании вот этих ценностей, активного гражданского отношения детей, что вы думаете, как это все, как мы можем связать вот наше стремление к эффективности и построение общества благодаря этим технологиям. Я думаю, что еще раз повторю тезис о том, что сама воспитательная организация, которая берется заниматься детьми, она должна в своей собственной жизни демонстрировать всю ту систему ценностей, которую хочется формировать в тех детях, которые пользуются этой организацией. Поэтому будет школа технологичной, будет школа эффективной, но при этом будет оставаться справедливой и будет помнить о, скажем так, культурных ценностях традиционных, то тогда, естественно, никаких противоречий не будет возникать у наших детей. Большое. Большое. Окей. Ну, теперь я вернусь, хочу микрофон назад с этим же вопросом. Мы так уже слышали о новом поколении москвичей, которых будут воспринимать традиционные ценности и в то же время внимать технологии. И вы это собираетесь сделать посредством технологических процессов, благодаря СМИ. Одна из заботчинностей связана с потенциальными возможностями технологии. Это риск, исключение из процесса тех, у кого нет смартфонов. Это могут быть люди пожилые или люди с какими-то естественными инвалидностями. То есть то, что помешает им быть на уровне активности всех прочих людей. У меня вопрос как бы двойной. Как мы можем использовать эти каналы ответственно, чтобы избежать вот такого разделения граждан на категории по их доступу к технологиям? Но как сделать так, чтобы в их участии не была только кнопка «нам нравится», но чтобы у них была кнопка «нет, мне не нравится»? То есть они должны выражать свои мнения, свои отношения не только к позитивному плане, но и в негативном, если они согласны. Как всё это сделать и воплотить в реальность в цифровом мире? Ну, прежде всего, спасибо за то, что я здесь сижу. Очень интересный идёт разговор у нас. Я, кстати, в общем, эта идея у меня родилась, когда я тут, она же вышла на веб-сет. У меня есть возможность ответить на этот вопрос с двух точек зрения. Прежде всего, как совандерная компания, а второй, как заместитель мира в Иерусалиме. И мы видели, вот с тех пор, как открылась эта платформа, которая позволяет гражданам давать нам свои мнения, используя всякие умные смарт-девайсы, мы получали информацию в очень широком контексте аспекта. Знаете, когда, скажем, свет на улице, гаснут фонари, и когда возникают определённые проблемы. То есть мы получили огромное количество информации. Иными словами, мы бы никогда быстро так не получили, вот оценку ситуации, это было очень полезно для нас. И это касается уже существующих городов. И вы правы, говоря уже о существующих городах, существуют реальные проблемы, скажем, в плане доступа информации и к услугам со стороны пожилых людей, пожилых граждан. И мы стараемся найти возможности, как мы можем обучить эту категорию людей, научить их специальные для них классы, курсы. Организуем, как освоить всю эту информацию, эти приборы. Но в новых городах, которые вот только зарождаются, мы видим, что вот эти все умные приборы, и уровень их использования просто потрясающих. Даже если мы посмотрим на некоторые страны Африки, существует колоссальный рост мобильных устройств. Мы считаем, что мы можем интегрировать эти новые технологии посредством именно вывода информации на мобильные устройства. Самый яркий пример – это SkyTime, называется, который отражает, так сказать, как бы всю транспортную сеть на экране мобильного телефона. И это отвечает запросам граждан в отношении, вот, так сказать, той информации, которую они могут получить в мобильном режиме. То есть образование, конечно, молодежи уже идет полным холодом. Скажем, в городах, которые мы называем города будущего, большинство молодых людей, все имеют уже такие приборы. Это происходит уже в существующих городах, что, безусловно, способствует, так сказать, интерактивному участию населения. Спасибо, Тамар, отлично. Вы, конечно, замечательный слушатель, который так терпеливо уже так долго здесь у нас выслушивает. Я хочу сейчас предложить возможность задать по меньшей мере хотя бы два вопроса участникам нашей конференции. Кто-нибудь хочет начать? Задам вопрос по-английски, поскольку вы сами все понимаете. Сегодня много шло разговора о вовлеченности граждан в процесс управления городом. Но вопрос следующий. Если вы получаете сигналы от граждан, как вы можете заставить власти ответить на эти сигналы? Возьмем Москву, например. Городское правительство сейчас строит скоростные трассы, эстакады в городе, не улицы, а именно трассы. И сигналы идут не только, так сказать, на уровне мобильной сети или вот такого технологии. Эти процессы и сигналы принимают форму стихийных протестов на улице. Правительство Москвы не принимает это во внимание в процессе управления и решения этих задач. Вопрос следующий. Каким образом с помощью технологических инноваций можно заставить правительство прислушаться к голосу граждан? Большое спасибо за ваш вопрос, мэр Хельсинки. Я прежде хочу подчеркнуть, мы должны понимать, в чём разница функционирования демократического общества и участия на уровне города. Две разные вещи абсолютно. Сегодня, чтобы люди участвовали в гражданском участии, в понятии демократии, это очень важная вещь сама по себе. Но участие граждан очень важно, когда человек, граждан, сам решает, в чём, в каком процессе он хочет принимать, в городском, планируя решение вопросов о школах или детских садах. Таким образом, это создаёт новую модель гражданского участия. Старая модель такая, скажем, участие в каком-то родительском совете на уровне школы, дискуссиях. Это старая система. Но я думаю, что мы, безусловно, мы сможем найти, как современный город и технология дадут нам возможность развить процессы, в которых смогут участвовать граждане. И сделать это абсолютно очень чётко, чтобы эти решения принимались на демократической основе. И участие именно ставит целью, чтобы решения были лучше, но они могут быть лучше, если они принимаются демократично. Вот так я считаю, демократия должна работать в своём инновационном и технологическом условии. Спасибо большое. Ещё вопрос, пожалуйста. Да, на вопрос заданной зала от Москва Таймс. Кто-нибудь хочет быстро прокомментировать? Иначе мы на этом должны завершить работу. Я просто хочу сделать дополнительный один комитет. Технология не может изменить вообще среду, в которой живёт граждан, и в том плане, сколько можно и дозволено гражданину участвовать в решениях. Технология может помочь в этом плане, но если правительство будет, так сказать, централизовано всё планировать и действовать дальше, так оно и будет. Но существуют другие примеры. Скажем, город Ватерлу очень открыт в плане бюджетирования. Даже когда они создают проект бюджета, они публикуют данные, просят комментарии граждан. И Совет Городской делает определённые коррекции, но это происходит в городе Ватерлу. И то, что люди делают такое участие, это, конечно, не меняет вообще ситуацию в стране в целом, если принимать своё внимание ещё какая-то точка зрения. Но это влияет также на развитие вообще. Это процесс, но ведь технология не поменяет систему принятия решений сама по себе. Я попытаюсь всё это сейчас. Мы запаздываем, но вроде у нас всё ничего. Я думаю, что вначале говорил мэр Хельсинки в самом начале, он говорил очень важную вещь. Он говорил, что надо думать не только о проблемах, но и о возможностях, возможностях улучшения ситуации. Это не означает, что проблем не будет. И это важное наблюдение. И мне кажется, что и Дэвид говорил об этом, и позднее об этом говорили. И вопросы о том, что нам делать с этим, как нам проводить работу. Существует довольно много способов и в Страсбурге, в Мехико, в Утрихте, в Нью-Йорке. Всё это делалось по-разному. И, как мне кажется, и, может быть, также ведущие бизнесмены согласятся, помогло бы то, что если бы выбор модели, как вообще развиваться, чтобы это было более понятно, какая модель выбирается, куда мы идём, как мы собираемся туда дойти. И здесь вопрос участия. Многие в городской администрации, конечно, будут считать это трудным. Мы рассматривали самые разные модели, рассмотрение различных показателей умного города. И мы говорили, мы даже в 2006 году трудно было вообще сказать, что такое город, а какие-то цифровые показатели. Это вообще трудно. Город – это очень сложная система. Но вопрос открытости, наверное, трудно это измерить. Мы можем за кофе это уже обсудить потом. Но вопрос открытости, открытости к участию, открытости к объяснению процессов, открытости того, как узнать, как это улучшить – это то, что может быть очень ценным указателем на то, где мы находимся. И вопрос участия. И мне кажется, что, с одной стороны, то, как мы участвуем, здесь существует серьезное противостояние. Например, даже в Москве, не только дороги в Москве, но и в Штутгарте, например, и 20 лет уже там идет борьба, связанная с строительством вокзала. То есть здесь трудности, трудности возникают, и у городских управленцев возникают сложности. Открытость – это замечательно. Открытые данные – это замечательно. Хотелось бы, чтобы была более открытая информация о потребностях, о возможностях. И хотелось бы, чтобы также все разъяснено было экономически. Город Лагос, там были трудности. Сказали, это стоит решение проблемы 5 миллиардов долларов. И когда это слышат, все понимают, что это такое. И одна из сложностей с открытыми данными, со всем этим движением, там очень много движения снизу. Но непонятно вообще, как можно оценить. Мне бы хотелось сказать что-то. Существуют две модели инновации. Открытые инновации и закрытые инновации. То, что происходит в Микрософте – это не открытые инновации. И большие деньги они зарабатывают – это хорошо. Очень многие этим пользуются – это хорошо. Но данные, данные, то, как они размещены, это очень важно. Это открытые или закрытые данные. Можно создать приложение. Модель, если она работает в городе, например, модель, которая работает в Париже – это другая модель. В Париже, в Москве другая модель, в Карлсруе, в Штутгарде, в Барселоне – все это будет по-разному. Есть определенные общие черты, но все зависит от того, как общаются люди именно в этом городе. Но нет никакого волшебного средства универсального подходящего всем. Я думаю, что это связано с другим моментом. Это сколько существует самых разных видов городов. Все города самые разные. У нас 576 тысяч мэров. И поэтому рынок еще сделает свое открытие. Я думаю, что мне, во крайней мере, здесь было очень интересно. И я надеюсь, что для аудитории это было полезно. И сейчас мы можем за кофе продолжить наше обсуждение. Пожалуйста, подходите к нам. Спасибо большое за внимание. Закончили. Спасибо. 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 Спасибо.